Добрый день! Грядущие выходные обещают быть сытными и не только по эмоциям. Повестка выходного дня почти полностью сформирована из предложений проводить зиму и отведать блинов. Горожане массово отмечают широкую масленицу. Торжественные мероприятия праздничные будут проходить во всех торговых центрах. Кроме того, 17 числа в субботу организаторы приглашают ивановцев посетить ИГХТУ. Там в главном корпусе будут песни, пляски, забавные и, конечно, вкусные блины. Тем, кому не лень ездить по области, приглашаем в Миловку. 18 числа там будут работать аниматоры и можно будет принять участие в зимних забавах также в честь масленицы. Оба выходных дня гудит и парк Степаново. 17 числа в субботу там соберутся специалисты и любители по исторической реконструкции. Покажут доспехи воинов Древней Руси, покажут, как стрелять из лука, будет работать походная кузня. 18 числа в воскресенье все гораздо стандартнее. Можно будет принять участие в зимних забавах, поучаствовать в различных мероприятиях и выиграть множество вкусных блинов. Принять участие приглашаем всех, в том числе и тех, кто сидит на диете и готовится к весне. 17 февраля отмечается удивительный праздник – День спонтанного проявления доброты. Но волонтеры общественной организации «Колыбель» предлагают к этому спонтанному проявлению все же подготовиться и стать участником благотворительной акции. Помочь тем, кто в этом действительно нуждается – многодетным семьям и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В субботу в офисе «Колыбели» на протяжении двух часов волонтеры будут принимать от горожан гуманитарную помощь. Уикенд «Навигатор» советует вам провести выходные с пользой не только для себя, но и для других. Стать благотворителем просто. Достаточно принести одежду, детские игрушки, книжки или товары для дома и быта. Пригодится новое постельное белье, обувь, продукты питания. На сегодняшний момент в ассоциациях «Колыбель» насчитывается 251 семья многодетная, как с Иваново, так и из области. Приют у нас на данный момент практически заполнен тоже женщинами, которые находятся в критической ситуации. Очень хорошо работают психологи в консультациях. Хорошие показатели с тем, что женщина принимает решение все-таки в защиту жизни. Некоторые потом обращаются в нашу организацию. Накануне «Дня влюбленных» в кинотеатре «Лот» стартовала спортивно-музыкальная драма российского производства «Лед». Фильм стал дебютной полнометражной работой режиссера Олега Трофима. Красивейшая история разворачивается на фоне пейзажей Байкала и рассказывает о любви молодой фигуристки и хоккеиста. Фильм сочетает в себе элементы комедии и мелодрамы и очень трогательно повествует о чувствах и преодолении. Возрастное ограничение 12+. Сюжет довольно прост. Талантливая фигуристка с большим будущим из-за ошибки партнера оказывается в больнице. Казалось бы, спорту в ее жизни приходит конец. Но вдруг появляется молодой спортсмен, вынужденный работать сиделкой для фигуристки. Поначалу они ненавидят друг друга, даже не догадываясь, что эта борьба превратится в историю большой любви. Как выглядело самое удивительное платье на свете? Наряд из крыльев бабочки. Кому оно принадлежало и удобным ли было? Сколько стоит ткани с паутины? Где живут пауки-предельщики? И каких бабочек можно встретить в Ивановской области? Всем желающим расскажет энтомолог Сергей Чистилов. В музейно-выставочном центре открылась выставка «Красавица и чудовище», посвященная чешуе крылым и членистоногим. В коллекции 2500 экспонатов. Здесь со всего мира коллекция представлена. Представлены и наши бабочки достаточно широко, которые живут у нас в Центральной России. Но в России все-таки 6 месяцев снег лежит. Самые яркие и красивые живут в Центральном поясе, в тропическом. Это самые многочисленные. Это Южная Америка, Центральная Африка, Юго-Восточная Азия. Туда приходилось ездить, там ловить. Уже год интерактивная выставка «Город роботов» путешествует по стране. Вот она добралась и до Иваново. Вы увидите 52 самых современных робота, сделанных в США, Канаде, Японии и России. Все они интерактивные. С ними можно поговорить, пошутить и даже пообниматься. В общем-то, она отвечает на любые вопросы, и ее база данных тем самым пополняется. То есть, чем больше вопросов, тем больше и ответов она знает. А те вопросы, которые она не знает, она ищет в интернете. Российские ростовые роботы – самые продвинутые. В будущем они займут места консультантов, продавцов, промоутеров. Какими-то роботами можно поуправлять. Также у нас представлены зоны виртуальной реальности, смешанной реальности, дополненной реальности. Зоны нейроинтерфейсов – это такие устройства, которыми можно управлять предметами силы мысли. Есть отдельная зона мастер-классов, где дети собирают роботов и даже смогут забрать их с собой домой. Посетителям предлагают примерить очки виртуальной реальности, поиграть и задать вопросы роботам. Понравятся здесь и детям, и взрослым. Ну вот, Вася Словый, такие ничего, нормальные пацаны. Подтормаживает маленько Wi-Fi, видать. А так нормально, песенки поют. По-моему, всем будет интересно. От мал до великого. Очень занимательно, конечно, вообще чудесно. Адреналиновый всплеск и встряску заказывали? Если да, то вам просто необходимо пройти квест. В команде из нескольких человек предлагается, разгадав загадки, решив ребусы, выбраться из комнаты. Вера, ты тут, что ли? Так, у нас лабиринт. Девчонки, что делать-то? Квест «Комната Лост» предлагает выбор из двух сценариев. Можно посетить импровизированную психбольницу или разгадать секрет маньяка-коллекционера. Чтобы преуспеть в живой игре, академических знаний или шпионских умений не требуется. Победить может любой человек, но сообразительность, конечно же, приветствуется. Есть загадки, где нужно сообразить, там ребусы, головоломки, что-то решить. Ничего космического изображать и придумывать не стоит. Самое оптимальное количество – это 4-5 человек. То есть, как говорит пословица, две головы хорошо, пять лучше. Соответственно, чем больше народа, тем лучше. Тем, кто быстро ориентироваться не умеет, организаторы всегда помогут подсказкой. Здесь не только нужно быть сообразительным, больше, наверное, внимательным. Потому что многие вещи запрятаны так, что не сразу ты увидишь их. Но если разглядеть, то, в принципе, можно пройти квест, я думаю, минут за 40. 18 февраля 2018 года, в преддверии Дня защитника Отечества, мы проводим большой турнир среди любителей по тяжелой атлетике. К классическому варианту, то есть будет два движения, классический толчок, классический рывок. То есть, к нам приедут гости из города Фурманов, потому что там известная школа тяжелой атлетики. То есть, ребята приедут, то есть, покажут, что они умеют и, соответственно, к чему нужно стремиться. Также приедут гости из Костромы, Шуи, город Владимир, Москва, Подмосковье приедет. И, конечно, будут участники из города Иваново. То есть, приглашаем всех желающих. Еще немного спорта. Оба выходных дня в спорткомплексе «Спартак» будут проходить соревнования по панкратиону. Некогда забытому, а сейчас успешно восстановленному, известному с античных времен виду рукопашного единоборства. Зрители любят его за динамичность и зрелищность. Кроме того, 18 числа в Шуйском районе пройдут соревнования по рогейну на лыжах. Это экстремальный вид спорта, командный, в котором участники проходят дистанцию по пересеченной местности, делая отметки на ключевых рубежах. Можно поучаствовать и посмотреть. Заявки на участие принимаются до самого дня соревнований. Вот такая получилась насыщенная программа. Если грамотно составить график перемещений, можно везде успеть. И не только набрать калории, но и их потратить. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин